Приветствую вас. Я думаю, что узнать человека нельзя до конца. Я думаю, что узнавать людей очень неблагодарное дело. Думать, что ты знаешь кого-то, думать, что ты знаешь, как человек себя поведет, но на самом деле, как повезет. То есть, он может поступить так, он может поступить по-другому, и он сам от себя этого не ожидает иногда. Потому что сколько жизненных ситуаций, сколько жизненных историй, сколько обстоятельств, моментов, фактов. Поэтому узнать человека, на самом деле, дело неблагодарное. Можно только смотреть на какие-то общие проявления, которые в данный момент времени человек демонстрирует. демонстрирует, как он себя ведет, как он общается. Причем, очень важно, очень важно смотреть, как он общается, наверное, все-таки с близкими людьми. Потому что, ну, в отличие от людей близких, в отличие от людей близких, другие люди, которые вот подальше, они вряд ли вообще способны. Ну, как-то его охарактеризовало. Вот. А я предлагаю, обычно, в качестве такой некой, ну, можно сказать, общей, типичной, хотя я очень не люблю это слово, но типичной. Значит, схемой я предлагаю всегда смотреть на то, как человек реагирует на просьбу. То есть, вы можете общаться с человеком какое-то время, даже, в принципе, продолжительное время можете общаться с человеком. Но потом приходит момент, и вам обязательно что-то нужно. Это может быть мелочь, это может быть какая-то серьезная история. Вот. Лучше, конечно, чтобы это была мелочь, но имеет смысл представить ее, эту самую мелочь, как что-то серьезное. Вот. Чтобы человек почувствовал себя важным, чтобы он почувствовал себя обладающим определенной властью и силой над вами. И вот в этот момент, в этот момент, когда у человека будет возможность проявить свою силу, когда у человека будет возможность проявить свою власть над вами, именно в этот момент проявится его сущность. На мой взгляд, нет ничего более показательного, нет ничего более показательного, чем отношение человека к власть. И нет ничего более показательного, чем отношение человека, простите меня за небольшую такую тавтологию к человеческой слабости. То, как человек относится к человеческой слабости к другой, не к своей, к другой человеческой слабости, его характеризуют очень сильно и глубоко. Ведь к человеческой слабости относиться можно по-разному. Можно относиться к этому, как к чему-то постыдному, можно относиться к этому, как к чему-то естественному. Можно относиться к этому, как к чему-то прекрасному, а можно относиться к этому, как средству для получения каких-то плюсов именно для себя. И вот именно отношение человека к человеческим слабости демонстрирует то, каков он, демонстрирует то, какова личность, что можно от него ожидать. И если такой человек, тогда вы что-то у него попросите или что-то для него сделаете, такой человек отреагирует на это спустя какое-то время, может быть в каком-то споре, в какой-то конфликтной для себя ситуации, совершенно не важно это всё. Вот. И будет ясно, что он из себя представляет, в какой он. И на что можно с ним рассчитывать. Иными словами, для того, чтобы узнать человека, ну, если я немножечко, чуточку. Верить в себя, верить в себя, в его, в его глаз, в его руки. Это рискованно, для этого требуется определённая практика, потому что нужно ещё понять, что верять. Нужно ещё понять, что показывать, в чём проявлять слабость. Вот. Но тем не менее. Опа. Ни время, ни количество общения, ни общие интересы не позволяют человеку узнать, узнать его, как таково, к сожалению. Это не очень приятно, но это так, к сожалению. Другой вопрос заключается в том, а зачем вам узнавать человека? Для чего вам его узнавать? Мне бы не хотелось сейчас как-то предполагать, ну, заниматься предположениями. Но, вполне вероятно, что вы слишком чересчур ориентируетесь на, ну, других людей. На окружающих. Вот. Я не берусь утверждать это наверняка. Вот. Но, мне почему-то так кажется. Иначе бы вопрос ваш, он звучал всё же немножко по-другому. Ваш вопрос, он звучал бы, как узнать себя? Или, что можно сделать для человека, например. Вот. А у вас вопрос звучит именно так. Как узнать его? Если узнать, значит для чего-то узнать его, для чего-то узнать кого-то. Вот, собственно, с этим и нужно работать. На это и нужно смотреть. Что, для чего, почему вы хотите узнать. Как правило, речь идёт о личной безопасности. То есть, вы хотите, ну, безопасность. Вы хотите чувствовать себя в большей безопасности, чем, ну, вот, чем чувствуете сейчас, на данный момент. Вот. Вот. Как бы это, ваша проблема. Проблема безопасности. Вот. И, соответственно, вам отвечать за то, чтобы чувствовать себя. в лучшем, комфортнее, качественнее. Вот. Не за счёт других людей. За счёт себя. За счёт своих, своих ресурсов. Понимаете? Вот так вам можно ответить на ваш вопрос. На мой взгляд. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы. Это дополнительные. Вы можете написать мне в личку, да? То есть, вы можете задать мне вопросы в личку, если они у вас остались. Я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.